МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Интекс программа «Посфактум» мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время. Начнем сегодня с дорожно-транспортных происшествий. В микрорайоне Боровки прямо на пешеходном переходе сбили мальчика на велосипеде. Подробности о аварии в первом материале выпуска. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло днем 1 июля в микрорайоне Боровки. На улице Домейка мальчика-велосипедиста сбил автомобиль, причем инцидент произошел на пешеходном переходе. Лето – жаркая пора для автолюбителей в прямом и переносном смысле. С одной стороны, высокая температура и яркое солнце влияют на общее состояние водителя, а с другой – дети, у которых летние каникулы в любой момент могут появиться на проезжей части. В связи с этим, всем автолюбителям необходимо быть предельно сконцентрированными в таких условиях. В данном случае, как утверждают очевидцы произошедшей аварии, легковой автомобиль «Ауди» двигался по улице Чернышевского со стороны завода «Таркмаш». Проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора, водитель начал поворачивать на улицу Домейка. В этот самый момент на велосипедах к пешеходному переходу подъехали двое детей – мальчик и девочка. При этом девочка спешила с велосипеда, а мальчик, двигаясь на велосипеде, начал переезжать пешеходный переход. Именно в этот момент избил его автомобиль. В результате столкновения мальчика и велосипед отбросило от пешеходного перехода. На место происшествия прибыли экипажи, госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Пострадавшего мальчика с места аварии увезла скорая, по факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге. Водителям при приближении к пешеходным переходам необходимо сбавлять скорость, а пешеходам начинать движение по пешеходному переходу только когда убедились в безопасности своего маневра. Косулю сбил неизвестный автомобиль на выезде из Ляховичей в сторону Барановичей. 1 июля тракторист обкашивал обочину дороги на выезде из Ляховичей в направлении Барановичей и нашел в траве неживую косулю. Он тут же позвонил в милицию. Сотрудники ОГАИ установили, что дикое животное погибло в результате наезда транспортного средства, а его водитель с места аварии уехал. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются свидетели ДТП. ОГАИ напоминает, что в случае аварии на дороге с участием дикого животного необходимо вызвать сотрудников госавтоинспекции. В центре города из-за резкого торможения городского автобуса пострадал пассажир. Что произошло в данной ситуации, разбиралась наша съемочная группа. Аварийность на дорогах во многом зависит от того, как участники дорожного движения соблюдают правила дорожного движения. Кроме того, двигаясь по проезжей части, водитель должен следить не только за своим транспортным средством, но и за остальными участниками дорожного движения. Ведь зачастую избежать дорожно-транспортное происшествие можно, если заранее предвидеть возможную ситуацию. Порой водителю, чтобы избежать столкновения, приходится думать и принимать решения очень быстро. Так, благодаря быстрой реакции водителя городского автобуса удалось избежать столкновения, однако без пострадавших при этом, к сожалению, не обошлось. Дорожное происшествие случилось днем 1 июля прямо в центре города на улице Ленина. Автобус городских линий, двигавшийся по маршруту номер 12, ехал по улице Ленина от Вечного огня в сторону площади. В это самое время легковой автомобиль двигался по улице Ленина со стороны перекрестка Советская-Комсомольская и намеревался повернуть налево по ходу движения на улицу Димитрова. Как утверждают очевидцы, подъехав к перекрестку улицы Ленина и Димитрова, легковой автомобиль начал поворачивать на улицу Димитрова и при этом не пропустил автобус, который двигался во встречном направлении прямо. Из-за того, что легковой автомобиль начал поворачивать прямо перед автобусом, водитель автобуса, дабы избежать столкновения, резко нажал на тормоз. В результате резкого торможения в салоне автобуса не удержались некоторые пассажиры, из-за чего они упали. Одна из пассажирок сильно ударилась при падении, ей потребовалась медицинская помощь. На место происшествия была вызвана скорая. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую. По факту случившегося проводится проверка. Три ДТП за день произошло под Ляховичами. В субботу 4 июля две аварии произошли на автодороге Баранович и Ляховичи, одно ДТП зарегистрировано в деревне Грушевка. Сначала около 13.40 на 14-м километре автодороги Баранович и Ляховичи 22-летний житель Ляховичи, управляя автомобилем марки «Форд», обозначенным как «такси», неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля и съехал вправо по ходу движения «Кювет». В результате происшествия пострадавших нет, автомобиль получил повреждения. Водителя привлекли к административной ответственности по части 5 статьи 18.22 КОАП Республики Беларусь. Через 40 минут аналогичная дорожная авария произошла уже на 19-м километре той же автодороги. 33-летний ляховичанин, управляя автомобилем «Ситроэн», неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиля, в связи с чем совершил попутное столкновение с автомобилем «Джили». В результате происшествия пострадавших нет, повреждены автомобили. В отношении водителя вынесено постановление по части 6 статьи 18.14 КОАП Республики Беларусь. Вечером 4 июля на улице Ляховичской в районе дома номер 30 в деревне Грушевка Ляховичского района произошла дорожная авария. 37-летний минчанин, управляя автомобилем «Рено», неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и совершил столкновение с придорожным деревом. В результате происшествия никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Водитель привлечен к ответственности по части 5 статьи 18.22 КОАП Республики Беларусь. Тройное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Кирова. При этом виновница аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Барановичах на улице Кирова. А виной всего стал алкоголь. При этом так называемый паровозик, состоящий из трех машин, собрала женщина-водитель. Дорожная авария произошла вечером 7 июля на улице Кирова между магазином «Мартин» и железнодорожным переездом. В вечернее время на этом участке дороги нередко закрыт переезд. Вот и в данном случае водители транспортных средств остановились перед железнодорожным переездом, ожидая проезда поезда. Казалось бы, все транспортные средства стоят на месте и ничего не предвещает беду. Но нет, неприятность в виде поврежденных транспортных средств появилась и здесь. Женщина-водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», двигалась по улице Кирова со стороны магазина «Мартин». Стоящие в ожидании открытого переезда транспортные средства были хорошо видны на довольно большом расстоянии. Однако женщина-водитель как будто попросту их не видела и, избавляя скорость, продолжала движение. Как утверждает один из пострадавших в этой аварии водителя, он видел в зеркало, как сзади очень быстро приближается автомобиль «Фольксваген» и даже не притормаживает, после чего последовал удар в мой автомобиль. Удар пришелся в стоящий автомобиль «Пежо», который в свою очередь по инерции от удара откатился вперед и врезался во впереди стоящий автомобиль «Киа». Как оказалось, за рулем злополучного «Фольксвагена» находилась женщина-водитель, причем она была в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,71 промилле алкоголя. При этом, как утверждают очевидцы аварии, в салоне с виновницей аварии находились и другие люди, в том числе и несовершеннолетняя девочка. В результате аварии у автомобиля виновницы аварии помята передняя часть автомобиля, у «Пежо» пострадала и передняя и задняя часть. Кроме того, от удара у него отвалился глушитель. Меньше всего досталось автомобилю «Киа». К счастью, люди в аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка. Мужчина попал под электропоезд «Барановичи-Брест». Несчастный случай произошел около 22.30 на одной из железнодорожных станций. По предварительной информации, мужчина упал на рельсы с платформы. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда машинисту не удалось. С травмами мужчину госпитализировали. ГАИ усиливает контроль за парковкой в зеленой зоне. Сотрудники госавтоинспекции и ЖРЭО провели рейд, во время которого особое внимание обратили на остановку и стоянку на газонах. На первый раз за парковку на газоне можно получить предупреждение, либо штраф в размере одной базовой величины. В зависимости от ситуации. Если нарушение выявлено повторно, то штраф придется заплатить в двойном размере двух базовых величин. Во всех последующих случаях за это же нарушение сумма штрафа составит 54 рубля. Мы радуем за экологию, переходим на биоразлагаемую упаковку, сортируем раздельно отходы. На фоне всего этого припаркованный на газоне транспорт выглядит неуместно. ГАИ усиливает контроль за парковкой в зеленой зоне. Госавтоинспекция отдела ГАИ и ГУВД организовала рейд, во время которого особое внимание уделило остановке и стоянке на газонах. Под контролем также места, предназначенные для инвалидов, блокировка проезда спецтехники и автомобилей экстренных служб во дворах многоэтажек, стоянка и остановка под запрещающими знаками. Инспекторы ДПС уже знают проблемные улицы и уверенно сворачивают в нужный двор. Как мы видим, машины стоят буквально одна на одной. С нарушением прямо на зеленой зоне припарковано сразу несколько легковушек. Владельцами оказались жильцы ближайшего дома. Для составления протокола необходимо личное присутствие автовладельца. Зная это, некоторые водители проходят мимо своих автомобилей, делая вид, что не имеют к ним никакого отношения. Инспектор фиксирует факт нарушения, записывает данные владельцев. Их вызовут в отделение ГАИ. В Барановичах чаще всего припаркованные на зеленке автомобили можно заметить на Коммунистической, на Конечниково, 50 лет в ЛКСМ. В ТОП-5 также попали улицы Бреская и Советская. Как в городе за полгода выявлено 532 нарушения правил парковки. Из них 75 случаев были сафиксированы на зеленой зоне. Штраф по линии ГАИ за парковку на зеленой зоне составляет одну базовую величину. За повторное нарушение в течение года уже две базовые. Помимо этого, в Кодексе об административных правонарушениях есть статья, согласно которой повреждения или уничтожения цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах, чревато штрафом до 50 базовых, для ИП от 10 до 200 базовых, для юрлица от 20 до 300 базовых. В Барановичском ГОВД устанавливается личность мужчины, который 14 июня около 12.00 беспричинно ударил женщину в автобусе маршрута номер 14. Граждан, которым что-либо известно о мужчине или располагающей какой-либо информации о его местонахождении, просят сообщить в Барановичский ГОВД по телефону 102 или в отдел уголовного розыска по телефону 48 47 17 48 48 08. В Барановичском ГОВД устанавливаются личности мужчин, совершивших хищение 6 июля из магазина на улице Ленина, 18. Граждан, которым что-либо известно о данных мужчинах или располагающих какой-либо информации о их местонахождении, просят сообщить в Барановичский ГОВД по телефону 102 или в отдел уголовного розыска по телефону 48 47 10 48 48 08. Деревянный дом горел в Барановичском районе. Пожар произошел в ночь на 6 июля в деревне Крутовцы. Дом принадлежит пенсионерке 1935 года рождения. Когда на место происшествия прибыли спасатели, пламя уже полностью охватило строение. Во время пожара в доме находился мужчина, который успел выбежать на улицу. Больше людей внутри не было. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повредил стены и мебель в доме. Происшествие обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается. Житель Барановичского района сообщил о подготовке теракта сразу на нескольких железнодорожных направлениях. Сообщения о возможных взрывах поступили вечером 5 июля в Барановичский ОВДТ и Барановский ГРОЧС. Сначала где-то в 18.45 звонок с мобильного телефона поступил в дежурную часть Барановичского ОВДТ. Неизвестный мужчина сообщил, что на железной дороге по направлению Барановичи-Мордичи готовится теракт. Спустя примерно 10 минут дежурной частью было переадресовано сообщение из Барановичского ГРОЧС, куда с того же мобильного номера поступил звонок с информацией, что взрыв должен произойти на участке железной дороги Барановичи-Минск. Как удалось установить, сообщения о терактах поступали от жителя Барановичского района. Мужчина был пьян, его задержали. Движение поездов на указанных участках продолжалось без задержек. Эвакуацию пассажиров не проводили. Проверку по факту произошедшего проводит Следственный комитет. В дежурную часть Барановичского ГУВД обратился директор предприятия с заявлением о пропаже рельсов. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Во время обхода территории незавершенного строительного объекта сотрудник организации обратил внимание на отсутствие рельсов, которые были оставлены на площадке для временного хранения. Длина похищенного имущества в общем составила 150 метров, ущерб более 2200 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил 36-летний местный житель, который решил таким образом заработать. Мужчина забирал рельсы частями в течение нескольких месяцев, затем разрезал их при помощи автогена и продавал ничего не подозревающим покупателям. Полученные деньги он потратил на собственные нужды. Часть похищенного изъята. Следователям не дана правовая оценка действиям фигуранта. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok